Политически очень важно. Любое послабление, любая попытка навстречу негражданам, правящие позиции считают как проявлением слабости. Это значит идти на уступки. У них такая политика. Мы выступаем за латышскую Латвию, Латвия для латышей и никаких уступок. Хотите равных прав, натурализуйте. Никаких равных прав у вас не может быть в этой стране. Ну хорошо, а по процедурному вопросу, учитывая, что решение Европейского суда есть, оно озвучено, то Латвия не должна его выполнять? Вот есть у нас такой печальный опыт, что Латвия может и не выполнять. Она обязана выполнять, но, к сожалению, Андреева уже умерла. А дело там, где оно есть. Просто Латвия не выполняет. Есть рекомендации ООН. Соответственно, если истец умер, то можно это все дело списать каким образом? Есть определенные процедуры, как Латвия должна выполнять. Все это есть процедура контроля. Я вам говорю как факт. Латвия обязана выполнять. Но прошло уже достаточно много времени с момента победы. Но ВОЗ и поныне там. Латвия не выполняет. Находится куча объективных и субъективных причин. Ну хорошо, должны же быть какие-то инструменты воздействия на Латвию. Если она обязана выполнять, на нее можно надавить соответственно. Суд по правам человека – огромная бюрократическая машина. Неразворотливая и неповоротливая. Суд шел более 10 лет. Все вот эти гомотины. Поэтому Латвия надежда может быть как у этого проказника, что может быть само рассосется. Вот это постоянные отписки, перекладывание этой больной проблемы для будущих поколений и будущих правительств. Каждое правительство перекидывает этот мячик, горячую картошку, дальше. Вот моя зона ответственности кончилась. Вот Годманец перекинул, сейчас Добровский. Добровский перекинет следующему господину Иксу. Ну хорошо, это лишь вопрос времени или это дело можно замылить окончательно? Вот как вы считаете? Я надеюсь, что это вопрос времени, потому что решение суда было однозначным. Это раз. Потому что Владимир Бузаев и Латвийский комитет по правам человека просто не сидят на месте и не ждут, пока решится. Поддано дополнительно уже такие же подобные иски Европейский суд. И эти иски будут решаться уже по аналогичному решению. У нас есть аналогичное решение, то есть они будут проходить быстрее. То есть прецедент создан. Прецедент создан. И тогда иск за иском заставит Латвию пошевелиться. Не может быть. Но мы заставим их. Мы заставим это решить. Выполнить эту процедуру. Но это не будет ни сегодня, ни завтра. Это пройдет какое-то время. Хорошо, давайте вернемся к сбору подписей за права неграждан. Вот некоторые эксперты указывают на то, что не надо давать негражданам автоматическое гражданство. Необходимо добиться, возможно, на европейском уровне, чтобы негражданам разрешили участвовать в выборах самоуправления. Для начала, вот как вы считаете, может быть действительно это некий компромиссный вариант? Я, во-первых, хотел бы сказать, что это не эксперты политики. Некоторые эксперты тоже на это указывают, кстати. Это и политологи озвучивают постоянно. Ну, мне жаль этих политологов, потому что не знают основ. Верховный закон Латвии Конституция. В Конституции записано. Избирают местное самоуправление граждане Латвии и граждане Европейского Союза. Поменять Конституцию гораздо сложнее, чем поменять закон. Мы сейчас меняем закон о гражданстве. И согласно нашим поправкам, с 1 января 2014 года все неграждане получают автоматически гражданство. За исключением тех, кто до 1 ноября 2013 года напишет письменный отказ. Это проще, чем поменять Конституцию. Поменять Конституцию мы уже убедили, что поменять надо должно проголосовать больше половины избирателей. То есть 770 тысяч. Или две трети... Этот же вопрос можно решать не с помощью референтов, а с помощью парламента, если договориться с правящими партиями. Но две трети сейма не проголосуют за изменение Конституции. То есть это исключено? Это исключено. Плюс говорят, давайте обращаться к европейским институциям. Вопросы языка, гражданство, образование. Это та маленькая компетенция, которая оставлена Латвией. Все остальное, все основные вещи, бюджет, оборона, самое главное, те признаки независимого государства, отданы полностью под контроль внешний, европейский и НАТО. Вот то, что нам разрешили порулить, это гражданство, образование и язык. То есть такой урезанный суверенитет. Да, и поэтому вот этот суверенитет, уж Латвия его защищает как может. И Европа согласна. Вы, главное, бюджет держите в рамках и деньги выделяйте на оборону. А что у вас там творится внутри с гражданскими правами, это ваше внутреннее дело, как суверенного государства. Поэтому в лучшем случае, что может быть? Рекомендация. Но мы знаем, как поступает латвийское правительство с рекомендациями. Рекомендация, она то и есть рекомендация. Что-то она рекомендует, а не обязывает. Могу выполнять, могу не выполнять. Многие эксперты указывали на то, что языковой референдум в какой-то степени был утопией. Потому что собрать необходимое число голосов было невозможно. Вот разве есть какие-то отличия у вашего референдума, если он, конечно, состоится от языкового? Это и большая, в этом и разница. Еще раз повторяю. Из-за кого референдум? Это референдум по изменению Конституции Латвии. Чтобы изменить Конституцию на референдуме, должны проголосовать за изменение. Больше половины избирателей. Это примерно 770 тысяч. Чтобы изменить закон, что мы сейчас претендуем, там два этапа. Во-первых, чтобы референдум состоялся, должны прийти половина избирателей, перешедших на последние парламентские выборы. Это 459 тысяч. И чтобы выиграть, надо набрать половину от этой половины. 230 тысяч. Конечно, это все условно. Но у нас есть хотя бы окно возможностей, в которое мы можем войти. Вот эта условность, что при условии, при соблюдении определенных условий мы можем выиграть. То есть, есть теоретическая вероятность. Вот за референдум, за русский язык, никакой теоретической вероятности не было. О том, что можно было выиграть. Ни при каком раскладе невозможно набрать 770 тысяч за. Здесь у нас есть расклад. Плюс, у нас есть исторический опыт положительный. Когда... Это пресловутые окна натурализации. 98-й год. Референдум, при том я хочу подчеркнуть, референдум совпал с выборами 7-го Сейма. То есть, явка была гарантированная. И на этом референдуме с небольшим перевесом получилось отменить эти окна натурализации. Отстоять их. И в том числе благодаря латышским голосам. Поэтому мы надеемся на латышские голоса тоже. Без латышских голосов на третьем этапе мы не победим. Ну, а вы верите в то, что латыши сейчас поддержат ваш референдум, учитывая то этическое обострение, которое мы наблюдаем в последнее время? Есть. Сейчас общество поляризовано и, в общем-то, голосует уже исключительно по этническому. Это поляризация очень выгодна. Выгодно тем представителям партии, которые остаются с двух сторон. Выгодно единству. И сейчас на будущие парламентские выборы, вот они хотят создать вот этот монолит, как бы латышский, на Вригу, чтобы у избирателей не было выбора. Ну, как бы там ни было, вот это разделение, оно существует. И его будут подпитывать. Мы хотим его разрушить. Вот каким образом? Мы хотим, потому что, и многие понимают, что должна быть какая-то третья сила. Должно быть, не может быть постоянно это противостояние. Благодаря этому противостоянию и происходит все, что у нас в этой стране ненормально. То есть, вы сейчас претендуете на статус вот этой третьей силы. Мы претендуем как таковые. Мы не являемся ни организацией, ни чем. Мы просто как движение. На что у нас надежда? Предположим, мы сейчас смотрели историю. В 91-м году, когда депутаты голосовали 15 октября 91-го года за этот закон, примечательный фактор, что Дайнис Ирнс, если помните, с 88-го по 90-й год он был председателем Народного фронта. Он проголосовал против, воздержался против этого закона. И тогда он сказал, что я не могу голосовать, если я в 90-м году призывал на баррикады на русском, на латышском. Я призывал людей построить нашу независимую Латвию, демократичную, демократическую, где будут равные права и у русских латышей. И сейчас голосовать и разделять, это против моих принципов. Я думаю, таких людей достаточно много среди латышей, которые понимают, что это разделение было искусственное. Но, тем не менее, хочу вернуться к вашей идее стать некой третьей силой. Все-таки в основе организации за равные права большинство бывших членов запчел или действующих членов запчел. У этой политической силы существует определенная репутация в стане латышского электората. То есть вас считают радикалами, ну, будем справедливы, будем откровенны. Вот каким образом вы собираетесь переломить это отношение к себе и вообще к политике в целом? Главная наша политическая цель – это выиграть эфиренду. И мы, как партия, специально удалились, поставили вперед движение за равные права. Партия, если вы видите, нигде не фигурирует. Но лица-то остались. Мы даже не поставили, не создали организацию, чтобы нас никто не обвинял. Нет у нас ни лидеров в движении, нету начальников. Все это свободный, открытый проект. Мы считаем, третья сила, я неправильно выразился, что это не мы, третья сила. Когда поменяется закон, когда появится 300 тысяч новых граждан, вот тогда и появится новая третья сила. Да невозможно будет получить власть в стране, в городе, не беря во внимание одну из общин. Невозможно будет. А появится ли третья сила, учитывая, что голоса, потенциальные голоса неграждан, скорее всего, уйдут к уже существующим партиям, к тому же центру согласия, который они поддерживают, на всех случаях мораль. К сожалению, это КПСС своего вида. Потому что русские сейчас поставили на такое положение. Нравится центр согласия, не нравится центр согласия. Какие бы его минусы ни были, но мы должны за них голосовать, потому что они наши. Также хотят сделать единство. Нравится единство, не нравится единство, но мы за него голосуем, потому что он наш латышский. Вот это наш русский, это наш латышский. И вот это разделение четкое. Когда появится 700 тысяч, но 300 тысяч новых граждан, я оговорился, то разделение пропадет. И невозможно будет, опираясь только на латышей и проводя только национальную политику, латышская Латвия, прийти к власти в стране и в Риге. Поэтому придется предложить что-то новое. Вот это и будет перемена. Наш главный лозунг «Измени страну, подпишись за равные права». Вот это и есть главный лозунг. Вот это и есть третья сила. Ну хорошо, вы говорите, что пропадет какой-то там вот то, что будут русские голоса, ну условно русские голоса влиять на политическую ситуацию. Но с другой стороны, хорошо, да, латышские партии возможно потеряют. А что вам дает основания предполагать, что появятся какие-то альтернативные силы, за которые эти русские голоса будут отдавать вот эти потенциальные граждане? Например, они пойдут за центр согласия, проголосуют, как вы говорите, за КПСС и все. Возможно, и не надо ничего. Примеры жизни, где города с довольно большим процентным отношением русских, и там, вот просто пример Венспиус, Ленберг, за него голосуют и русские латыши, потому что он проводит не национальную политику, он проводит, он как хозяйственник, и позиционирует себя как хозяйственник. Но это феномен конкретного лидера. А вы посмотрите, много городков, городов, где вот эти конкретные лидеры, просто они не светятся, не вылезают в большую политику. Они вот эти переизбираются уже много лет подряд. Лепа-СС, в Екапилсе, вот даже в моем родном городе, Олайне. Мэр переизбирается, и за него голосуют и русские латыши. И переизбираются, почему? Ну, потому что, да, вот он там город привел в порядок. То есть, на муниципальных выборах нет... Существует такой этнической проблемы, которая существует на парламенте. Да, я хочу это сказать, что она может быть существовать, если политик, который в городе руководит городом, ставит национальные проблемы вперед. Но это будет кратковременно. Это вот один созыв, и все ты потерял. Если ты хочешь строить свою политическую карьеру и остаться на долгие времена, ты должен опираться совсем на другое. На благополучие граждан, жителей своего города. То же самое в стране. Ты хочешь оставаться в стране долго и управлять страной. Значит, свою политику государственную должен строить на благополучие жителей страны. Но это красивые, идеальные слова. У нас они не работают. К сожалению или к счастью, уж не знаете. У нас эксплуатируется тема национальности, она очень эффективна. И вряд ли политики в драмом умеет резвую память от нее откажутся, если она позволяет заработать. 18 февраля была идеальная репетиция для выборов местного самоправления. Вот Рига. Можно посмотреть, как в Риге проголосовали. И там было четкое электоральное разделение русских и латышей. И вот это электоральное разделение, оно единство показало, что бы мы единство, что бы мы не сделали. Но если мы сможем сделать один общий латышский кулак, то вот это будет своего рода КПСС. И поставить латышского избирателя в такое положение. Нравится мне единство или не нравится. Но я не могу проголосовать за чужих, за врагов. То есть будет или свой, или чужой. Черное или белое. Вот это и есть. Вот это возможность остаться у власти. Ничего не меняя. Просто сделать второго оппонента своего врагом. Вот в этом вся и проблема. Не надо никакие проблемы решать экономику. Ничего не надо решать. Надо просто создать образ врага и убрать альтернативу для своего избирателя. Ну это известная истина. Вопрос лишь в том, готов ли общество к тому, что будет некая центристская сила, которая сможет его объединить. Есть ли такой запрос? Поменяется вся ситуация. Электоральная раскладка поменяется полностью. Поменяется состав избирателей. Вот и все. Не надо говорить, давайте готовить общество. Просто поменяется состав избирателей. Просто появится новых 300 тысяч граждан. Вот этого достаточно, чтобы все поменять и все перевернуть. Только новых 300 тысяч граждан, которые будут первый раз голосовать. И за их голоса будут бороться все партии. Вне зависимости. Независимости, да. И кто не сможет поменяться, тот умрет. Но умрет, я имею в виду, в политическом смысле. Давайте затронем еще один аспект всей этой истории сбора подписей за гражданство. 9 мая у памятника вы собирались проводить сбор подписей, но как свидетельство из информации, средств массовой информации, уж простите за тавтологию, вам этого не позволили. Что там произошло? Ну, во-первых, я бы хотел сказать. Некоторые политики, политиканы говорят, 9 мая это не политический праздник. Смешно выглядит, когда сами политики об этом говорят, которые организовывают. 9 мая это политический праздник. Это победа.